Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа компании «Люди» и ведущая Александра Алферова. И сегодня в гостях у меня Елена Старкова, генеральный директор компании «Эван» в России и в Восточной Европе. Здравствуйте, Елена! Добрый день! А расскажите о компании, чем вы занимаетесь и как вы продвигаетесь на российском рынке? Компания «Эван» — это лидер в мировой индустрии прямых продаж. Нам уже 130 лет в мире и 23 года в России. Мы являемся одним из ключевых игроков на косметическом рынке, а также с недавнего времени, на радость нашим клиентам, успешно развиваемся и в некосметической индустрии. Некосметическая индустрия — что это? Это все сопутствующие товары. Поскольку «Эван» — это компания для женщин, мы считаем, что создание полного образа для красоты и благополучия женщины должно включать не только косметику, но и все сопутствующие товары. Все, что связано с модой, с домом, аксессуары. То есть для того, чтобы полностью завершить ее образ. То есть получается, можно в одном месте приобрести одежду и аксессуары, и косметику, и в общем... Конечно, это очень удобно и... Под ключ. Да, это востребовано. И мы можем создавать целые коллекции товаров, которые сразу же женщина может покупать как целый образ. Но мы знаем «Эван» все-таки как косметическую, ну, до поры до времени, да, как косметическую компанию. Мы не отказываемся от этого. Мы прежде всего косметическая компания и считаем себя основным игроком именно на косметическом рынке. Мы эксперт в этой области, и уже более 130 лет мы создаем красоту прежде всего через инновации в косметической области. У нас есть своя лаборатория, которая создает ежегодно тысячи новых формул. У нас есть свое производство, в том числе и в России, где мы выпускаем нашу продукцию. И мы очень гордимся именно качеством и передовыми технологиями, которые мы используем, создавая косметические продукты. А если говорить вот о сопутствующих товарах, об образе, где производится вот эта продукция? Мы сотрудничаем с ведущими производителями в каждой из областей. Там, где мы не являемся экспертами, мы заключаем альянсы с компаниями, которые специализируются конкретно на производстве товаров для дома или модных аксессуаров. Заказываем продукцию у них, но специально под наши требования, и продукция выпускается под маркой «Эйвен». В ближайшее время мы также рассматриваем локализацию производства некосметической продукции. И, возможно, в ближайшее время мы начнем производить ее в России для российских потребителей. Интересно. А что конкретно это будет? Что одежда или, опять же таки, для дома? Это прежде всего одежда, трикотаж, текстиль. То есть вот то, что сейчас пользуется наибольшим спросом, и то, что мы считаем, у нас есть достаточно экспертизы и хороших, надежных производителей в России и в Белоруссии, например, в странах ближайшего окружения. Ну, получается, что вы осваиваете совсем новый рынок, да? То есть фэшн немножко далек от бьюти. Ну, как далек. Ну, имеется в виду своим законам по своей специфике. Безусловно. Это правда. Это специфика. И продажа товаров фэшн требует новых знаний, новых навыков. Но мы, как компания, достаточно большая, крупная, развиваем в себе эти знания и навыки уже несколько лет. Последнее время особенно интенсивно. Ну, если говорить о знаниях и навыках, то все-таки Avon продается через представителей. А вот как продавать сопутствующие товары и фэшн в тот же самый, да? Те же одежду, аксессуары через, опять же, через представителей? Или здесь все-таки уже другие инструменты и каналы коммуникации? Мы все наши продажи осуществляем только через один канал. В этом основа нашего бизнеса и секрет нашего успеха, кстати говоря. Мы полностью доверяем нашему представителю, который прежде всего является лояльным клиентом компании. Сам на себе испробовал все абсолютно наши косметические продукты. Без этого, видимо, никуда, да? Абсолютно. То есть так начинает практически каждый представитель. Сначала он влюбляется в продукт, затем начинает рекомендовать его другим. И потом понимает, что можно, оказывается, зарабатывать еще и деньги на любви к Avon и на любви к косметике. Дальше больше появляется интерес к некосметическому портфелю. И, конечно же, люди сами прежде всего пробуют, оценивают качество. Надо сказать, что, конечно, это непростой путь, да? То есть мы не настаиваем на том, чтобы люди сразу же начинали покупать все. В течение нескольких, может быть, месяцев, может быть, лет люди привыкают к тому, что Avon – это не только косметическая марка, да? И у нас можно купить духи или помаду. То есть, опять же-таки, все через собственное потребление, да? Да, через собственный опыт, проверку качества. И только тогда человек начинает рекомендовать наши товары своим клиентам. То есть у вас такие огромное количество бренд-амбассадоров, да, которые несут в массы? Очень большое количество. Собственно, лояльность наших клиентов и представителей – это и есть то, как мы измеряем наш успех. Мы ориентированы на постоянного покупателя и постоянного клиента. Именно поэтому мы все время обновляем наш ассортимент, стремимся каждые три недели удивить нашу покупательницу новыми продуктами, новыми предложениями и специальными ценами. Ну, здесь вы как раз близки к фаст-фэшну, да, и быстрой смене коллекции и продукции. Абсолютно, абсолютно. То есть у вас цикл три недели, получается? Каждый каталог длится три недели. Помимо каталогов мы еще выпускаем сезонные каталоги, именно направленные на модную индустрию. То есть это сопутствующие товары, которые идут конкретно каждому сезону. Есть весенние, летние, осенние. Луки такие, да, уже готовые. То есть вымрал и забыл. Хорошо, а вот если говорить о целевых аудиториях, то кто? Ну, получается, у женщины это, получается, все женщины или не только? Безусловно, у нас есть свой целевой сегмент, но он достаточно широкий. Мы его определяем как женщины от 15 до 65. Но это не значит, что мы не включаем в наш портфель товары для более юных модниц и для более старшего возраста женщин. А также мы продаем товары и для мужчин, и для мальчиков, то есть для всей семьи. Мы просто знаем, что основным покупателем является женщина, а потребители могут быть все, кто ее окружает. Ну, то есть в любом случае женщина принимает решение? Да, чаще всего это так и есть. Ну, практически во всех, мне кажется, сферах. Скажите, вот у вас аудитория делится, получается, на потребителей и, собственно, на представителей. Вы сказали, что это взаимосвязано в любом случае, но если говорить о тех, кто зарабатывает деньги на этом, вот поподробнее об этой аудитории, как она к вам приходит, как она о вас узнает, ну, кроме сарафанного радио. Сарафанное радио – это, кстати, очень хороший механизм в нашем случае. Мы компания прямых продаж или, как мы сейчас себя уже начинаем позиционировать, как компания социальных продаж. Мы действительно такой бренд, который на слуху, и сарафанное радио, как вы сказали, или знание о нас, о марке, о способе работы – это основной двигатель. Avon – это марка, которая сегодня известна в России практически 100% женщин. Это уже как именно рецепт. Абсолютно. Абсолютно. И это является первым фактором успеха. Дальше мы рассказываем о себе не только как о косметической марке или о марке, которая интересна для потребителей, тем, что мы создаем красоту. Мы постоянно напоминаем нашей целевой аудитории о том, что мы также предоставляем возможности заработка практически для любой женщины. И наша модель сотрудничества с представителями – это то, о чем мы постоянно рассказываем миру. Кроме этого, мы постоянно заинтересовываем наших представителей специальными предложениями, комиссионными программами, дополнительными скидками, программами лояльности. В этом мы очень такие… Гибкие. И идем в ногу со временем. С нами удобно работать, потому что мы очень современная компания. У нас 100% весь бизнес с представителями проводится сейчас через интернет. Это очень удобно. То есть не нужно очно никого присутствия? Не нужно. Если, знаете, когда мы начинали 20 лет назад, для того, чтобы разместить заказ, представитель заполнял бумажный формуляр и через почту отправлял его к нам. Мы его здесь обрабатывали и дальше отправляли ему заказ. Весь цикл занимал больше недели в начале нашей работы. Сейчас заказ поступает к нам в течение секунд нескольких, и в этот же день мы его обрабатываем. То есть, конечно, мы сейчас выглядим совершенно по-другому, гораздо более современной, и на сегодняшний день мы конкурируем с интернет-магазинами. При этом вы конкурируете с интернет-магазином или все-таки нет? То есть человек, если заходит к вам на сайт, он может что-то приобрести через интернет, либо он должен найти представителя? Может, приобрести на сайте, однако это не совсем интернет-магазин. Представитель все равно обязательно будет присутствовать в жизни нашего клиента. То есть заказ нашего клиента отправится напрямую к ближайшему представителю, и представитель уже будет его обслуживать, рекомендовать ему, советовать, и, скорее всего, останется надолго с этим клиентом. Но этот канал работает, и наши продажи через интернет растут очень-очень быстро. Но при этом получается, что вот эта конкурентная борьба между представителями, она, получается... Ее нет. Ее нет. Мы решили для себя и определили наш выбор стратегический, что мы никогда не будем конкурировать с нашими представителями. Наш представитель — это сердце компании, это двигатель продаж. И было бы с нашей стороны, наверное, не очень разумно начать конкурировать с основой успеха. Ну, это понятно, да, что касается компании, здесь все очевидно. А вот между собой, то есть, получается, когда человек заходит на сайт, заказывает через интернет, получается, что заказ отправляется к ближайшему. Либо, если он уже знает какого-то представителя, он выбирает своего представителя. То есть здесь никакого нет насилия с нашей стороны. А вот возвращаясь к тому, что косметику, как мы уже говорили, можно потрогать, посмотреть, пощупать, когда есть очная презентация от представителя этого продукта. А вот как с одеждой, с аксессуарами, с бельем, постельным и домашними какими-то принадлежностями? Вот здесь же невозможно это все потрогать, как предполагалось, что это можно было как-то показать. Здесь вы работаете по каталогам? По каталогам. И есть свои особенности продажи по каталогам. Мы специально для удобства наших клиентов делаем видеопрезентации, выкладывая их точно так же в интернет, для того, чтобы можно было точнее понять суть этого продукта. Очень подробное описание сопровождает каждый продукт, размеры, материалы, из чего изготовлены, качество. Мы делаем специальную фотосъемку для того, чтобы человеку легче было сориентироваться, как выглядит. То есть показать со всех сторон. Со всех сторон, открыть, закрыть. То есть в любом случае здесь человек должен в том числе иметь доступ к интернету, чтобы как-то посмотреть все особенности товара. Или представитель ему подскажет в деталях. Хорошо, но на этом мы недолго прервемся. Дорогие друзья, мы вернемся через некоторое время. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Это программа компании «Люди» и ведущая Александра Алферова. И сегодня в гостях у меня Елена Старкова, генеральный директор компании «Эйвен» в России и Восточной Европе. Здравствуйте, Елена. Еще раз. Здравствуйте. Вы с вами говорили о специфике продаж продуктов, уже не только косметики, а продуктов представляемой компании. Если говорить о обучении, мне просто очень интересно, как вы обучаете, проходят ли ваши представители тренинги, как они узнают о новинках. Спасибо большое за этот вопрос. Конечно же, мы прекрасно понимаем, для того, чтобы представитель мог выполнять роль консультанта для нашего клиента и для того, чтобы клиент получал самую лучшую продукцию, подходящую конкретно для его типа кожи, цветовому типу и так далее, мы проводим обучение наших представителей. Обучение очень легкое и доступное практически каждому, потому что в основном это онлайн тренинги, вебинары, презентации новинок. И практически у каждого представителя есть доступ к получению всей необходимой информации по каждому продукту. Мы тщательно обновляем эти тренинги и каждый год мы выводим новое. Безусловно, мы точно совершенно знаем, что наши представители, прошедшие тренинги, гораздо лучше обслуживают своих клиентов и гораздо больше могут заработать. То есть у вас и это тоже настолько уже на передовом уровне, все через интернет? Абсолютно. А аттестация? Должен ли человек какую-то пройти? Сертификацию. Сертификацию. Это добровольная вещь, потому что мы прекрасно понимаем, что многие из наших представителей по сути заказывают только для себя или для своих близких, членов семьи, например. А то есть они не продают, а просто для себя? Да, не продают, они просто покупают для себя. Конечно, мы никого не обязываем проходить такую сертификацию. В то же время, если с нами человек сотрудничает долго, мы скорее показываем ему важность прохождения таких тренингов. И, как правило, с нами сотрудничают женщины, которые это очень хорошо понимают. Они сами интересуются и с удовольствием проходят все тренинги и все дополнительные там обучающие курсы. А это бесплатно? Бесплатно, конечно. То есть все добровольно и бесплатно? Конечно. А кто эти женщины, которые вот как раз являются вашими представителями, которые не только покупают для себя? То есть мы поняли, что есть там от 16 до 60, да, от 14 до 60. И в 14 лет у нас есть представители, они могут зарегистрироваться в согласии родителей, родители несут ответственность. И такие тоже есть, да? Да, за их деятельность, конечно. То есть такие уже ответственные молодые девушки, которые хотят зарабатывать в том числе? Аудитория достаточно молодая, и она молодеет, чему мы, конечно же, не препятствуем. Мы рады, что к нам приходит большое количество именно молодых, активных, понимающих. Молодых, активных, предприимчивых девушек прежде всего, которые, с одной стороны, хотят быть красивыми, с другой стороны, уже сейчас понимают, что разбираться в косметике это престижно среди подруг. Это очень помогает и в общении, и в таком самоутверждении, ну и, в общем, дает им в жизни какое-то преимущество в том числе, да. Наши представители, как я уже сказала, мы их ничем не ограничиваем. Каждый человек, который к нам приходит, может начать сегодня и состояться. Это может быть и студентка, и пенсионерка, и работающая женщина, и домохозяйка, мамочка, сидящая дома с ребенком. То есть у кого-то это дополнительный доход, а у кого-то постоянный. У кого-то постоянный. Более того, в течение своего цикла жизни женщина может обратиться к нам, потом проститься, потом снова вернуться. И мы прекрасно понимаем, как это происходит в ее жизни. Сейчас, например, за последние два года, видимо, благодаря тому, что экономическая ситуация у нас не очень стабильная в стране, мы испытываем такой естественный приток представителей. И очень большое количество людей сейчас ценит возможности, которые мы предоставляем. То есть открываются для себя дополнительные источники дохода. Или источники дохода, либо источники экономии для семейного бюджета. Хорошо. Если говорить о каких-то очных встречах, то получается, что у вас сейчас практически все, включая обучение, коммуникации, все через интернет с представителями. А вот есть ли у вас какие-то офлайн мероприятия, встречи, где вы отмечаете лучших, общаетесь лично? Конечно. Во-первых, наш интернет-общение никоим образом не удаляет самое главное. То есть встречу представителя с ее координатором или менеджером. И такие встречи происходят регулярно, везде, по всей стране. Каждый день сотни, тысячи наших представителей встречаются между собой, общаются, делятся опытом. Кроме того, у нас существуют специальные встречи в отделе продаж, конференции праздничные, и не только праздничные, рабочие, где мы встречаемся, рассказываем стратегию компании, основные предложения, где выступает отдел маркетинга, сервиса, где наши лучшие люди узнают о будущем, которое им вместе с нами строят. Безусловно. У нас есть огромное количество наградных поездок. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что личную встречу ничто не заменит. И в последнее время мы очень активно стали внедрять такие обучающие бизнес-форумы для наших наиболее значимых партнеров по бизнесу. Это наши частные предприниматели, которые формируют большие команды своих представителей, и которые уже такие серьезные бизнес-леди, управляющие собственным большим бизнесом. Мы начали не так давно проводить бизнес-форумы для них, на которых мы учим наших предпринимателей строить онлайн-бизнес, обучать большие группы представителей, учим их лидерству. То есть это уже совсем другой уровень. Это другой уровень, но тем не менее мы прекрасно понимаем, что есть моменты, когда нужно встретиться лицом к лицу. Безусловно. У нас очень такой общительный бизнес, который невозможно сделать дистанционно. И хочу сказать, что кроме этого мы проводим также огромное количество акций и встреч с нашими новыми потенциальными клиентами. Расскажу вам об одном интересном эксперименте, который мы провели буквально в прошлом году. Мы назвали это «Арома-компания». И провели такие массовые слепые тесты по стране, попросив людей просто вот с улицы, потенциальных наших клиентов, так даже не тех, кто вот пользовался Avon на тот момент, протестировать в слепом тесте ароматы Avon и ароматы других премиальных брендов на предмет того, какой будет выбор у массовой аудитории. Мы выбрали наши самые лучшие ароматы, не скрою, семь самых ключевых, самых продающихся ароматов, и поставили против них ароматы премиальных брендов, известных во всем мире. Нашему удивлению, я бы сказала, тоже не было предела, когда мы увидели результаты теста, потому что более 90%, да, 96%... Выбрали Avon. Да, выбрали Avon всех участников теста. Мы были очень рады, конечно, этому, но вот такие интересные массовые встречи с клиентами мы проводим. То есть, когда вы получаете обратную связь? Мы получаем обратную связь, и это бесценно. Безусловно. А скажите, а как вы продвигаете, как вы рекламируете себя? Может быть, у вас какие-то есть пиар-акции? Просто получается, что помимо косметики, которые мы уже знаем, что Avon — это косметика, там знак «равно», сейчас у вас появилось огромное количество дополнительных, назовем это, опциями. А вот как вы себя на текущий момент продвигаете, где, там, каким-то образом себя рекламируете? Поскольку, как я уже сказала, все-таки мы себя позиционируем как косметическая компания прежде всего, на сегодняшний день мы самое большое внимание уделяем все-таки продвижению косметической продукции, в частности, наших новых брендов. То есть это остается все равно локомотивом? Это остается абсолютно точно локомотивом. Если мы запускаем новый продукт или новую серию, мы, конечно, делаем фокус в продвижении прежде всего на данную категорию продуктов. Так, например, в прошлом году мы запустили замечательную новую серию по уходу за кожей, которая называется Nutra Effects. И запуск этой продукции был продуман очень тщательно, потому что мы меняли один из наших ключевых брендов, Solutions, который покрывал весь массовый сегмент в категории по уходу за кожей лица. Мы поменяли полностью, убрали одну марку и поставили другую, ту, которая востребована на сегодняшний день на рынке. Безусловно, этому предшествовали многолетние исследования, изучение рынка нашего потребителя. Мы выбирали очень тщательно модель, которая будет рекламировать нашу продукцию. Остановились, в конце концов, на локальной звезде Ани Чиповской, которая с успехом прорекламировала нашу марку. Мы очень четко отнеслись к позиционированию, ценообразованию, продвижению, исследованию. В частности, мы провели такое исследование с нашими клиентами, предложив им стать исследователями качества и оценить, попробовать на себе и дать обратную связь нам через социальные сети. Мы получили прекрасные отзывы от наших новых даже клиентов. И на базе этих отзывов более 2,5 тысяч клиентов порекомендовала эту марку попробовать своим друзьям. И мы использовали это в дальнейшем в продвижении продукции. То есть, получается, у вас одна марка изжила себя, и вы как бы решили... Она не изжила себя, просто появились признаки того, что на рынке сейчас клиент переходит к другим, я не знаю, компонентам, требованиям и так далее. И здесь очень важно в этот момент не ждать, пока марка изживет себя, а рискнуть и заменить ее на более востребованную на сегодняшний день. То есть, правильно понимаю, вы сделали исследование, на основании которого, в общем, вы эту марку и создали. Да, и создали. И несмотря на то, что в стране был кризис, и было достаточно сложно, и я разговаривала со своими коллегами из других косметических компаний о том, что, в общем, это не самое лучшее время для того, чтобы запускать именно средства по уходу за кожей. Тем не менее... А сегмент ценовой какой? Это средний ценовой сегмент. Вы еще попали как бы как... Безусловно. С учетом реалий существующих, да? Конечно, конечно. То есть, у вас риск оправдался? Риск оправдался, и мы полностью довольны всеми инвестициями, которые мы сделали, и в рекламу, и в звезду, и в саму марку, и в продвижение. Все абсолютно оправдалось, и на сегодняшний день это одна из наших ключевых марок. Ну и в завершение, сколько на текущий момент у вас представителей? Наших представителей очень много. Хочу сказать вам, что примерно 10% взрослого населения России покупает у нас продукцию. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. В гостях у меня была Елена Старкова, компания «Ейвен», и вела программу Александра Алферова. Спасибо. До свидания.